Все время затворничества. Я не сидела сложа руки. Давным-давно я не рисовала каких-то таких акварельных цветов. И вот меня прорвало. Всегда рисую для того, чтобы что-то было на сцене, чтобы из этих цветов кто-то из детей выходил. Или чтобы это был какой-то домик, из которого медведь с дедушкой выйдут. Или еще что-нибудь подобное. Но когда я нарисовала вот эти вот работы, я стала думать, как бы к чему бы их приспособить. Может быть, это иллюстрации к детской книжке, подумала я. И нарисовала первую сцену к дюймовочке. Нарисовала ореховую скорлупку и сделала, чтобы эта ореховая скорлупка стала вот такой объемной. Но когда я начала рисовать дальше, поняла, что книжка про дюймовочку у нас уже есть. И никому не интересно в очередной раз читать книжку хотя бы с новыми картинками. Поэтому я придумала другую сказку. Точнее, я не придумала, а начала сочинять другую сказку. Где какой-то персонаж лазит по этим цветам. Но персонажа у меня не было. И поэтому я воспользовалась готовой уже собачкой Соней. Которую сейчас я вам покажу. И вот какой картиночный оживляж. Ореховая скорлупа, которая была для дюймовочки. Но на нее поместилась собачка Соня. А вот собачка Соня сидит на цветке шиповника. А это собачка Соня забралась на белую кувшинку. А теперь на ваших глазах поместим Соню вот в этот колокольчик. Смотрите, я прорежу у него вот так лепесток. Вот так. И собачка Соня, вездесущая Соня, будет высовываться уже из колокольчика. Ап-яп-яп-яп-яп. Мы хотим, чтобы это стало комнатой. Этот лист стал комнатой. И чтобы в комнате стоял стол и два стульчика. Чтобы стол был вот такой вот высоты. Стульчик был вот такой вот высоты. И чтобы мы придать объем бумаги. Сделаем надрезы. Прямые надрезы ножницами до наших отмеченных линий. По границам надрезы делаем. Теперь сгибаем. И по линии сгиба. Ручками ножниц. Сминаем как следует бумагу. Возвращаем все на место. Открываем. И теперь у нас появились стол и два стула. Допустим, это стол, за которым Мальвина учила Буратино писать диктант. И у Мальвины все такие вещи. Вот смотрите, где теперь у нас стал вот этот стульчик. Если мы его сложим, это вот будет сиденье. А это ножки. Поэтому здесь мы рисуем ножки стула. Ну, это, допустим, венский стул будет вот такой. Венский, конечно, круглый должен быть. Да, у нас такой квадратный, но венский ножки. То же самое делаем с другим стулом. Здесь закругление. Здесь вот такой просвет. Здесь перекладина. Чтобы не запутаться, вот что это будет. Здесь нарисуем спинку стула. Такую круглую, венскую спинку стула. И здесь тоже. Венские стулья, это стулья, которые плели из лозы, из ивовых таких веток. Поэтому они такие закругленные у нас получаются. О! Видите? Так. И столик тоже с такими же ивовыми ножками. Столешницу подрисуем. Вот так. И я думаю, у Мальвина всё должно было быть в каких-то кружевных салфетках. Поэтому я сразу фломастером нарисую вот такую кружевную салфетку на этом столе. На салфетке лежит тетрадь открытая. Стоит фиолетовая чернильница. И лежит красное перо, которым Буратино поставит сейчас большущую кляксу в этой тетрадке. Вот так. Для начала. Фломастером прорисуем деталь нашего рисунка. И чтобы чего-нибудь не просмотреть, периодически начинаю так поглядывать на то, что у нас получается. То же самое делаем с другим стулом. Поехали. 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 И поэтому много чего можно прибавить к этому рисунку. Здесь можно нарисовать лист большой. Здесь, например, лампу в виде колокольчика. Можно нарисовать окошко, а можно не рисовать окошко. А теперь мы посмотрим, как оценит этот домик наша собачка Соня. Соня, не лезь на стол. Сиди на стульчике. И это то, что у меня получилось быстренько сейчас за минут пять. Но если порисовать подольше, выйдет более длинная и интересная сказка со многими деталями. И чем больше этих деталей будет, тем будет интереснее.